В детстве он часто слышал фразу «Пойдёшь по папиным стопам» и очень этим гордился. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Ярослав Мацевик. Все мы с детства знаем о расследованиях Шерлока Холмса. Именно он убедил нас в том, что сыщик – профессия штучная, и талант распутывать клубки преступлений даётся от природы. Работа наша, в принципе, сплошное творчество. Нашему герою этот талант передался на генном уровне – от папы, который много лет посвятил расследованию преступлений. Работал с 1986 по 1992 год в Михайловской районной прокуратуре, куда был распределён после окончания Саратовского юридического института. Мама говорила, что папа в армии. Вы этому верили? Тогда верил. Приходил, естественно, уставший, но не показывал этого. Сразу шёл к обне, всегда приносил какую-либо дружку или какие-нибудь сладости. В сознании большинства людей профессия следователя окружена орёлом таинственности и даже романтики, за что спасибо кинематографу. Что ни эпизод, то погони, слежка и яркие задержания. К этой профессии шёл, наверное, с самого детства. Изначально в детском возрасте любил очень читать детские детективы. Да, но осознанно уже подошёл к выбору профессии на втором курсе академии. Гераслав Мацевик тоже вырос на сериале «Улица разбитых фонарей». Но только приступив к обязанностям, понял, что больше всего в этой работе не риска, а рутинной бумажной работы. Знание закона – главное оружие следует. И это вооружение очень специфично. К протокольному языку даже сами следователи привыкают не сразу. Часть работы чем-то напоминает нашу. Только вместо интервью – допрос и проверка показаний, которые необходимо расшифровать дословно, какой бы ерунли не говорили подозреваемые. Бывает такое, что инициативную лексику используют преступники, а там уже через точки. Несмотря на всю идеализацию, работа следователя, которая не даёт покоя режиссёрам, писателям и даже поэтам, достаточно тяжёлая. Никогда не знаешь, сколько происшествий случится сегодня. Периодами, то их нету. Бывало тогда такое, что очень прям было мало. А бывало такое, что и 9-10 дел было в производстве. Когда несколько убийств в кряду, не до личного лоска. Приходится работать 2-3 дня. Спать хочется нереально, хочется отключить телефон. Потому что напрягать нельзя, да. Ни в коем случае нельзя, чтобы села батарейка, пропустить звонок. Ярослав и его коллеги ещё очень молоды, а вот профессии их существуют со времён Римской империи. Тогда требовались люди, которые бы вели тайно-розыскные мероприятия на благо государства. Они собирали факты, систематизировали их и представляли на судебном разбирательстве. Сегодня следователь – это мозг следственно-оперативной группы, направляющей и координирующей действия других сотрудников. Благодаря его работе доказывается вина преступника или невиновность подозреваемого. Для этого разбираться нужно не только в законах, но и в сфере деятельности злоумышленников. Тут мало быть хорошим юристом. Бывает такое, что и можно в день рождения выехать, и в рождение дочки. Но куда-то этого не деться. При этом не так уж много увлекательных дел, где можно действительно поломать голову и применить тот самый метод дедукции. В основном однотипные бытовые преступления, не требующие большой самоотдачи. После того, как сотрудник полиции вскрыли квартиру, на кухне нашли тело завёрнутое в несколько одеял. Их кабинеты завалены бумагами, но в каждой папке решается чья-то судьба на ближайшие 5, 10, а то и все 15 лет. В каких-то ситуациях бывает жалко преступника. Впервые совершивший человек, в принципе, не совсем осознаёт то, что натворил, то, что совершил, и он находится в каком-то шоке. Профессиональный следователь, говорит Ярослав, всегда должен сомневаться, а вот быть самоуверенным никогда. На кону судьба людей. Основное всегда осталось человеком в этой работе. Этот совет он часто слышал от папы, а вот о работе дома почти никогда не говорили. Хотя настоящий следователь, улыбаясь, говорит наш герой, не перестаёт думать о текущих делах даже ночью. В голове мысли сами перемешиваются. Можно ночью вскочить, и не понимаешь, то ли ты спишь, то ли ты на работе. Вообще официальный рабочий день начинается с 9. Но обычно все следователи нашего отдела приходят пораньше, к 8, а то и к 7 бывает. Допрос подозреваемого подчас напоминает настоящую борьбу у ног, ведь противники, в данном случае преступник и следователь, мысленно меняются местами, и действовать приходится с хирургической точностью и скоростью. Первые дежурные сутки, первые два-три дня. В основе стиля работы Ярослава Мацевика – мягкость. Он старается убедить оппонента, что только правда способна привести к торжеству справедливости. И основная цель – не просто направить дело в суд, а направить так, чтобы суд вынес справедливый приговор и справедливые наказания. В принципе, вот она, идея эта работы, я считаю, в этом. Порой их ругают за скупые фразы и сухие формулировки. А вы попробуйте в трех предложениях изложить, к примеру, роман Льва Толстого. Уголовные дела, может, и не отличаются высокохудожественным смыслом, зато их объемы достигают нескольких томов, и каждая фраза может быть ключевой. Когда возникает какая-нибудь у меня сложная ситуация, в которой я сам, скажем так, не могу разобраться, звоню отцу, либо приезжаю, когда на выходные, домой, потому что живем в разных городах, рассказываю ситуацию, да, суть дела, что произошло, обстоятельства. Ну, мне тут уже начинают советовать, как лучше поступить в этой ситуации, как лучше поступить в этой ситуации. Коллектив Рязанского МСО, в котором сегодня работает Ярослав Мацевик, молодой, динамичный и дружный. А руководитель Виктор Зайцев часто сам выезжает с супергруппой на места происшествий, так что в соратниках дефицита нет. Всегда обращаюсь к нему за советом, так как работаю намного меньше, чем он. Всегда помогает, всегда объяснит, расскажет, где-то покажет. А вот так выглядит школа молодого следователя. Все как в жизни, кроме пострадавшего, его роль выполняет манекен. А потому шанс испытать настоящие эмоции выпадает только на практике. Поверьте, поначалу и профессионалы испытывают чувство отвращения и даже страха. Ну есть, конечно. Все же мы люди. Только спустя время удается обрасти неким панцирем, иначе самого себя не хватит на чужие переживания. Для успешной работы необходимы железные нервы. Ну, во-первых, труп его нужно осмотреть. Осматривает этот эксперт, судебно-медицинская экспертиза. И от него уже как бы по кругу начинается искать следы. Следы крови. В окурке, конечно. Микрочастицы, да, окурки, на которых биологические следы. Технологии криминалистов сильно продвинулись вперед. Настоящей находкой стала геномная экспертиза, развиты цифровые системы. Все это делает работу значительно интереснее. Возможно установить по такому же, допустим, тазовой кости, которую можно изъять, выделить из нее ДНК, сравнить с теми ДНК, которые есть в базе данных. С другой стороны, те же сериалы становятся видеопособиями для преступников, учат, как совершить преступление и уйти от ответственности. Но по-прежнему, чтобы поймать умного злодея, нужно быть на ступеньку выше его. Бывает по-разному. Кто-то воспринимает всерьез, кто-то может не воспринимать. Но с людьми надо работать, общаться. И потом все доводится до логического конца. Самого Ярослава воспитывали демократично. А роль защитника маленьких и слабых он отрабатывал благодаря младшей сестре. Человек я действительно добрый. Я бы не сказал, конечно, что скрытный. Просто в разных ситуациях веду себя, так скажем, по-разному. Своей семьи у него пока нет. Зато есть четкое представление, какое она должна быть. В первую очередь, любящая жена, ребенок. Красивый, похожий на меня. Кто знает, возможно, в семействе Мацевиков когда-нибудь появится и третий следователь. Хотя это очень непросто продолжать дело отца. Пожелал бы поменьше проводить время на работе, но делать свои дела рабочие. В любом случае, почаще видеться с семьей. Потому что с такой профессией просто необходимо каждый раз напоминать самому себе, что в борьбе за чужую жизнь очень важно не пропустить свою. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова